В нашем эфире появляется автор этого расследования, как раз о «Союзе». Зовут его Роман Романовский, журналист важных историй. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, коллеги. Ну, смотрите, интересная история. Как я понимаю, из вашей статьи собирают туда и собирали спортсменов, как правило, да, это боевые искусства, есть там прям чемпионы-чемпионы, то есть не просто какие-то, знаете, любители подраться во дворах. Кто-то из них уже погиб. Расскажите, пожалуйста, детальнее про эту аудиторию подобного союза. И можно ли это назвать как отдельным ЧВК, или они входят в какое-то подразделение? Расскажите детали. Да, здесь довольно сложно говорить, наверное, про самостоятельную ЧВК, ну, про сам, наверное, отряд. Информации не так много из того, что мы знаем. Что у Сергея Кириенко и Юрия Труднева, да, которого вы упоминали, у них еще до войны существовал некий Российский союз боевых искусств. В чем дело? Дело в том, что и Кириенко и Труднев увлекаются боевыми искусствами. Один, по-моему, занимается карате, другой занимается айкидо. И вот была такая общественная организация, которая, соответственно, занималась спортивными соревнованиями, обучением, и вела до войны довольно мирную, можно сказать, жизнь. И, соответственно, когда уже началось полномасштабное вторжение в Украину, то и стало довольно модно иметь какие-то свои ЧВК, появилось большое количество добровольческих отрядов, то, соответственно, из вот этой вот группы они сформировали некий отряд, в который вошли, соответственно, различные спортсмены из различных видов спорта. И там, действительно, как вы говорили, и есть довольно заслуженные люди, есть, условно, перворазрядники, и они, соответственно, добровольно пошли воевать вот на Украину, в Украину. Как-то так. И, соответственно, вот это вот сообщество, оно его не бросает, да, и оно ему всячески помогает различным снаряжениям, оружием, обмундированием. И, соответственно, поскольку это отряд добровольческий, да, нужно где-то на него взять деньги. И, соответственно, как мы выяснили, Трутнев и Кириенко немножко поднапряглись и начали собирать деньги, можно так сказать, с бизнеса. Кириенко собирался, наверное, с бизнеса, который ему ближе, Трутнев с бизнеса, который находится на Дальнем Востоке. И вот эти вот бизнесмены, которые официально не поддерживают войну в Украине, в отношении которых не введены еще санкции, они вот таким тайным образом, ну, соответственно, спонсируют боевые действия. Слушайте, ну вот, для того, чтобы понимала наша аудитория масштаб вообще завербованных спортсменов, да, обладатель Кубка мира по Кио Кусинка, это определенный вид карата, Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по Кио Кусинка, опять-таки Сергей Увицкий, его быстро уничтожено на территории Украины. А что им предлагают? Ну, ведь это все-таки спортсмены, а не какие-то вчерашние зэки. За какие условия они идут? Ну, на самом деле, про информации не так много. Мы, когда готовили этот материал, мы посмотрели один пропагандистский сюжет телекомпании НТВ, которая рассказывала о запуске вот этого подразделения. Они сначала, соответственно, проходили некую тренировку в Чечне, в институте спецназа, а, соответственно, потом они проходили некое слаживание. И там было интервью под, по-моему, как раз вот этого господина Горна, который, собственно, говорил стандартный такой пропагандистский нарратив, который находится в голове вот у всех, кто идет в Украину воевать. Соответственно, там наших кого-то бьют, по их мнению, какая-то несправедливость, и они вот идут защищать. Более того, ну, как бы часть из них, я так понимаю, идет, потому что вот их, словно, коллеги, да, с которыми они вместе тренируются, выступают, тоже пошли. И вот этот Горн как раз говорит, что мои ребята пошли, и я не смог оставаться в стороне, и пошел тоже. То есть это такая стандартная вещь, которая находится у этих людей в головах, которая им была, собственно, насажена. Ну да, у них недервоевали, поэтому надо теперь пойти им и подвиг повторить. Что еще интересно, вы указали в вашем материале, что обучение и слаживание бойцы проходили в Российском университете спецназа в Чечне. Как мы видим то, что происходит на фронте, то чеченцы-кадыровцы, не чеченцы, а кадыровцы, они получили, скажем так, статус тикток-воинов, потому что они не ходят в местные штурмы, они снимают какие-то видео, они выхваляются той амуницией, которая у них есть, но дальше дело не идет. А что вот эти спортсмены, что это за подразделения? Почему именно в Чечне они обучались и чем они будут заниматься на фронте? На местные штурмы пойдут, либо же у них есть какие-то уже конкретные сформированные задачи, под которых их готовят? Да, это тоже очень хороший вопрос. На самом деле, в отличие от других отрядов, тех же отрядов из Чечни, отряды, не знаю, футбольных болельщиков, Испаньола, отряд «Союз» практически не пиарится, и из открытых источников не очень понятно, что они делают и где они находятся. На самом деле, единственное, кто на этом пиарится, это сами Кириенко и Трунин, которые туда ездят и толкают какие-то речи. Довольно сложно сказать. Это может быть, по вашему мнению, просто так уточню, каким-то схематозом по отмыву денег, потому что вот я просто читаю, когда про источники, опять-таки, то, о чем вы написали, что есть два донора основных, это компании российского масштаба такие, которые входят в группу «Росатома», и компании «Дальнего Востока», где, собственно, Трутнев работает. Немножко схематозом попахивает. Есть ли такая логика? Нет, я бы не сказал, потому что, на самом деле, мы их просто условно разделили на две группы, некая группа Кириенко и группа Трутнева. На самом деле, таких жертвователей большое количество, и это как крупные российские госкомпании, это условно «Росгидро», «Сбербанк», «Банк ВТБ», там, условно, «Лукойл», и некие «Дальневосточные», это Трутнев просто собрал известных и не очень золототобытчиков. Схематозом это вряд ли попахивает, потому что мы видим финансовые документы, которые у нас есть, мы, собственно, видим некие поступления, которые идут в этот фонд, в союз боевых искусств, и мы видим то, что они тратят деньги на некое обмундирование, и мы видим, что они действительно закупаются у урожайных магазинов, мы видим, что они закупаются у компании-производителя, частного происходителя винтовок «Лобаев», и, соответственно, дальше, когда Киренко и Трутнев туда приезжают, они, собственно, отчитываются, что вот мы привезли винтовки «Лобаев» и еще что-то. И, наверное, последний здесь аргумент, почему вряд ли это какая-то ротночная история, честно, там не самые большие деньги, ну, то есть для того же Киренко, для того же Трутнева, с их уровнем доходов, с их семейным уровнем доходов, это далеко не самые большие деньги, но, условно, для именно покупки амундирования, для покупки какого-то вооружения, это довольно существенная сумма. А есть у вас информация, простите, может, я пропустил, о том, сколько человек входит сейчас в эту группировку «Союз»? Есть такая информация, которую, соответственно, они сами предоставляли официально, это ее предоставляла пресс-служба Трутнева, когда он в очередной раз ездил, соответственно, в гости, да, условно, курировать эту группировку, они говорили о том, что они на конец 23-го года, у них в отряд в это вступило, по-моему, 145 человек. Я могу в точной цифре ошибиться, она с материалами, она есть, но это вот порядком, это вот такие цифры. Ну, то есть это, грубо говоря, так, с натяжечкой рота, да? Рота вот таких вот спортсменов, которые решили почему-то закончить свою жизнь в Украине. Ну, что сказать, полигон с Хаймарсом всегда ждет. Спасибо вам за участие в эфире и спасибо за ваше расследование. Действительно, знаете, какой-то такой свежий виток в этих военных технологиях Кремля. Роман Романовский, журналист важных историй, был в нашем эфире. Спасибо большое. Спасибо, коллеги, до свидания. Счастливо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok